Всем привет! С вами снова Просто Мужик! И сегодня наконец-то пятница, наша долгожданная пятница после тяжелой рабочей недели. Сегодня мы решили не суетиться, никуда не идти, ни в какие заведения, а просто накупить пивка и дома приготовить какую-нибудь вкусняшку. А какая может быть вкусняшка? Вот мы не стали ничего заказывать сегодня, а обзор пиццы там будет сниматься когда-нибудь в скором времени. А пока мы решили сделать KFC крылышки дома, то есть хрустящие, кто не знает, это такие хрустящие, такие прям аж очень хрустящие крылышки, острые, к пиву. И мы их сегодня будем делать дома, это должно быть очень вкусно. Рецепт я украл, как всегда, там с какого-то сайта, я не помню точно сейчас его название, возможно ссылка будет внизу под видео. Ну что, приступим! Итак, нам собственно понадобятся крылышки, которые мы купили в Сильпо. Кстати, очень приятный момент, что нет вот этого края крыла, которое не нужно, оно никчемное. Там есть нечего, но оно весит, ну и как-то вот оно незачем. А тут у нас продали уже практически готовую продукцию, которую мы только разделим потом напополам, я покажу как. Для кляра нам понадобится мука, крахмал картофельный, куча-куча специй разнообразных, которые я потом буду описывать уже в процессе приготовления. И самый главный хрустящий ингредиент, который нам собственно понадобится. Это кукурузные хлопья. Ну, я по дурости не досмотрелся, взял глазурованные. Вообще, по идее, лучше брать не глазурованные, они нам незачем глазурованные. Они нам придадут ту самую хрусткость, которая есть в KFC. Итак. Итак, как разделывать крылья? Да очень просто. Мы берем, перерезаем вот эту вот перепоночку. Аккуратно разламываем и прорезаем там, где нет косточки. Все. Вот две вот такие вот небольшие штучки. Очень приятно будет брать. Маленькие они будут удобные. Взял, съел и все. Вот сейчас мы все крылышки так же разделаем. Вот такие вот маленькие штучки. Даже не знаю, как их надо. Рукобедра какие-то такие получились. Вот такая вот большая куча куриных кусочков получилась у нас, которые скоро будут жареные, вкусные, хрустящие. Теперь нам нужно сделать для них некое подобие кляра или маринада, или маринада с кляром. В общем, то, в чем оно замаринуется, а потом это же будет кляром. Для этого мы берем мисочку. Насыпаем ложечки 4 муки. Столовых ложек больших муки. Можно с горочкой. Потому что курицы довольно много. На 4 ложки муки добавляем приблизительно 2 неполных ложки картофельного крахмала. Крахмал нам придаст такую какую-то внутреннюю хрусткость. У нас будет неких 2 уровня хрусткости. Первый, это будут сами хлопья, которые обжарятся в масле и придадут верхнюю такую хрусткость. А крахмал будет внутренняя поверхность, будет хрустеть. Это должно быть очень аппетитно. Немного обязательно солим. По вкусу. Ну, я думаю, где-то приблизительно, ну, около неполной, без горочки, абсолютно столовой ложки. И начинаем добавлять специи. Что мы берем на специи? Поскольку крылышки в KFC это острые крылышки, то первым и самым основным ингредиентом будет красный горький перец. Его мы добавлять много не будем, поскольку, ну, не все любят острые. Вот, добавим ему приблизительно, ну, где-то, где-то вот, ну, неполную столовую ложку. Далее. Далее следует красный сладкий перец, паприка. Он не горький, поэтому брать его можно сколько угодно, но перебарщивать мы тоже с красным цветом не будем. Тоже где-то так же его возьмем в неполную ложечку. Еще одним важным ингредиентом является чесночок, сушеный чесночок. Немножко его возьмем, потому что он имеет такой свой специфический чесночный вкус. Буквально на кончике ложки. Есть у нас еще приправа до курочки. До курки. Которой мы вообще не поскупимся и, наверное, да как бы не целую пачечку всыпем сюда. Может показаться, что это сильно дофига приправ. На самом деле ничего подобного. Это все должно быть пряное. И, в общем-то, ничуть мы не переборщили. Ну и плюс я люблю пряное. Немного базилика сушеного, просто по своему вкусу. Вот мне так нравится. Буквально, ну тоже там на кончике ложечка. И немножко прованских трав для изысканности. Где-то так же. Это дело нам нужно разбавить обычной кипяченой водичкой. Консистенция должна быть такая, чтобы это была такая жиденькая-жиденькая сметанка. Кому я рассказываю. В общем, это кляр должен быть. Вот, размешали наш кляр, он же маринад. И теперь нам нужно в него окунуть наши крылышки, собственно. Прям побросаем их сюда. И хорошенечко перемешаем. Вы не волнуйтесь, руки чистые. Мытые. Нужно хорошо перемешать, чтобы кляр покрыл всю поверхность наших крылышек. Вот после того, как мы их замешали, оставляем буквально, пока мы сделаем еще кое-что важное, а, собственно, потолчем хлопья. Вот, оставляем их пока замариноваться. Теперь, пока наши крылышки маринуются, мы перейдем к одной из самых важных частей. А, собственно, к хлопам. Их нужно довольно много, потому что покрыть все крылышки нужно. Поэтому я взял целую бачку. А, возможно, пригодится даже и две. Но, сторонней нет. Попробуем обойтись как-то одной. Нам их нужно растолочь приблизительно, чтобы они были, ну, миллиметров по пять, может быть. Такие крошечки небольшие. Ну, вот, вот такие какие-то. Это оказалось не так просто, как казалось. Я тут уже и молоточком долбался. Но молоточком не получилось. И мы нашли гениальный способ. Пригодилась наша бутылочка от пила. Старо-правильно, пусть это и не для рекламы. Довольно неплохо оказалось молоть вот эту вот хлопья бутылкой. Очень неудобно. В общем, с горем пополам. Мы помололи эти хлопья. Еле-еле. Бутылками, молотками, чем угодно. В общем, берите не глазурованные и как можно мельче. Настоящие, кукурузные, маленькие такие. Они выглядят вот сандалии. Вот. Мы их помололи. В принципе, у нас уже все готово для жарки. Поэтому ставим в сковороду. Включаем газ. Максимальный огонь. И нам нужно налить масло максимально много. Потому что эти крылышки должны у нас жариться во фритюре. Поэтому не жалеем масла. Та-дам! Теперь нужно подождать, чтобы это масло раскалилось. Просто раскалилось. И кидать курицу мы будем не по многу кусочков сразу, а понемногу, пару-тройку кусочков. Для того, чтобы масло не успело остыть. И чтобы, собственно, наша курица не начала тушиться, а не жариться. Нам нужно, чтобы это было именно жарко. Жарко во фритюре. Итак, я уже увидел сизый дымок. Накидал туда кусочков хлопья. Увидел, что они шипят. А это значит, что наше масло нагрелось. Можно приступать, собственно, к самой жарке. Берем по одному крылышке. Хорошенько обволакиваем. Полностью. Хорошенько обволакиваем хлопья. Забросаем наше кипящее масло. Очень быстро все это делаем. Потому что это все очень быстро будет жариться. Кстати, сразу совет. Делайте правой рукой. Доставайте крылышки из маринада. А левой рукой окунайте в масло. Или наоборот. Так, они жарятся очень... Ты снимаешь? Да. Они жарятся очень быстро. Поэтому нужно сразу же, буквально в течение минуты, перевернуть их. Еще полминутки и вылаживаем. Мы застелили салфеточку на тарелку, чтобы салфетка впитала лишний жир, лишнее масло. Оно нам незачем, оно вредное. Как я и думал, хлопья у нас закончились. Но можно не отчаиваться, а использовать, допустим, овсяные хлопья, панировочные сухари. Но я решил не заморачиваться и пожарить их просто вот как они есть. По идее, они тоже должны получиться с небольшой хрустящей корочкой. Ну, возможно. Ну, а нет, так нет. У нас хрустящая корочка уже очень много. Наши крылышки готовы. И пока они немного подостынут, немного отдохнут, мы приготовим простенький сливочно-чесночный соус. Соус простой, но довольно вкусный. Тем более курице, он очень неплохо должен подойти. Для этого мы на сковородку немножечко, буквально грамм 100 сливочного масла. И на этом масле мы даже не поджариваем, а немножечко пропариваем, чтобы стали прозрачными два зубка чеснока и небольшая луковица. Постоянно помешиваем, чтобы лук с чесноком не подгорели. Это очень важно. Не должно быть ни капельки привкуса горелого. Мы обжариваем все это в сливочном масле, чтобы придать такой сливочный нежный вкус и аромат. Постоянно помешиваем. Теперь нам нужно немного посолить. По вкусу поперчить. И продолжаем немного помешивать. Вот мы видим, наш лучок с чесноком стали немного прозрачными. И уже вот-вот скоро начнут поджариваться. Они становятся прозрачными. Извините за тортоводку. Это тот самый момент, чтобы добавить сюда наши сливки. Я на всякий случай взял две баночки, но хватило и одной 200 граммовой баночки сливок на такое количество лука. И теперь нам нужно его выпарить, наш соус. Немного выпарить. Ставим на медленный огонь. И в течение минут 10 нам можно его выпаривать, но постоянно перемешивая, чтобы сливки не свернулись. Это очень важный момент, потому что если они свернутся, это будет уже совсем не камельфо. Помешиваем буквально постоянно, не останавливаясь, потому что он начинает закипать и жидкость начинает выпариваться. Вода начинает выпариваться и сливок немного пенится. И нам нужно следить за этим моментом, чтобы оно не подгорело и не убежало, и не расслоилось. А до какой же степени, собственно, выпаривать наши сливки, чтобы получился соус? Тут все очень просто, я вам сейчас покажу. Берем лопатку, ну желательно не железную, не стальную, а какую-нибудь деревянную, как у меня, ну или силиконовую. Макаем ее в соус, проводим пальцем. И если соус быстро не затягивает наше пространство, значит он уже готов. Все, на этом можно его отставлять. Как я уже говорил, хлопья закончились у меня примерно на половине всей курятины. Поэтому мы решили провести эксперимент такой небольшой. Я пожарил просто в кляре несколько крылышек. И несколько крылышек мы обернули обычными панировочными сухарями. Самыми обычными. Вот, собственно, и все. Приготовили небольшой соус. Он оказался очень вкусным, с насыщенным сливочным вкусом, который я очень советую к курице. Барыжа жрать хотят. Вот такой простой, незатейливый рецепт куриных крылышек с понтом KFC. Очень вкусных, я надеюсь. А сейчас мы это и проверим. Извините, что я буду делать это на камеру, но я просто не могу сдержаться. Вы слышите, наверное, этот хруст неимоверный. Это божественно. Соус я делал первый раз, точно так же, как и крылья. Для меня это стало небольшим открытием. И теперь наверняка я буду готовить это блюдо часто. К приходу гостей, под пиво. Вместо всяких снеков, которые я не люблю. Типа сухариков, палочек всяких, чипсов. Вот лучше есть курицу. Вот поверьте, ничего полезнее и вкуснее курицы, наверное, нет. Вот жареной. Спасибо всем. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. И помните, что горячий сырым не бывает. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok